Короче, ладно, надеюсь, что если в Розе канцлер, если такой человек существует, тем более, если он живет вместе с моей мамой в Германии, я надеюсь, выйдет на связь, хотя бы с моей мамой выйдь, пожалуйста, на связь, дай знать, что ты живешь с ней. Тем более, тут недавно же выяснилось, что он, в принципе, ничего и не делал, он просто как лицо был, там вообще другие ребята. Да, вот, это надо те вопросы задать братам Генгубаевым. Судниным детям, правильно. Начинаем наш очередной воскресный эфир, и я хочу начать его с хорошей, позитивной новости. Наконец-таки, Роза канцлер, та самая ФСБшница, майор ФСБ, кадровый офицер, который находится в Германии и проживает вместе с моей матерью, как утверждают некоторые ребята. Она, наконец-то, получила убежище в Германии. Шучу, конечно. Почему я решил сегодня начать с этого эфира, хочу упомянуть об этом. Когда изначально этот пост появился у судниных детей, я тогда говорил о том, что нужно каждое воскресенье им напоминать об этом событии, чтобы они как-то прокомментировали. Вот сегодня мы с моим ассистентом Абдул-Керимом Эдиловым обсуждали эту тему. Он спрашивает, слушай, говорит, что там насчет Розы канцлер, были ведь очень серьезные заявления по поводу нее, сделанные судьяными детьми. Есть какая-нибудь информация об этом? Пронятно серьезные заявления. Я хочу напомнить просто, насколько это были пафосные вещи. Это было в августе, если кто забыл, представьте, сколько уже прошло времени. Так вот, немножко, хочу немножко тезисов из этого их поста. На данный момент майор ФСБ России Роза канцлер живет вместе с мамой Абдурахмановых и ее делом занят Абдурахманов-младший. Сообщается, что Роза одна из тех, кто заручался за своего племянника Тумсо и помогала ему, своей сестре маме Тумсо и другим ближайшим родственникам выезжать из России. Также она помогала Тумсо устроиться на работу в электросвязь. Но на этом еще не конец истории. По цепочке мы выяснили причину отказа Тумсо Абдурахманову в политическом убежище в Грузии и в Польше. Оказывается, Тумсо в 2015 году, будучи просителем убежища в Грузии, ездил в оккупированную Россией Абхазию и встречался с российским офицером. По этой причине ему сначала отказали в Грузии, указав, как в силу значительных обстоятельств противоречит интересам страны. А затем польские сотрудники спецслужб запросили эту информацию у своих коллег из Грузии и по той же причине дали отказ в Польше. Эту информацию нам не просто подтвердил, а в еще больших подробностях рассказал один из международных правозащитников, который занимался его делом. Интересно, кто в этом мог быть правозащитник? Но самое главное, мы не утверждаем и не заявляем, что Тумсо и Магомедовы Рахмановы являются сотрудниками ФСБ. И они заняты какой-то задачей в Европе, ведь наличие ближайших родственников в структурах не делает. Ну, это кому бы не знать, что наличие ближайших родственников не делает. Ладно, не об этом. Здесь два очень важных заявления по поводу Розы Канцлер. Люди утверждают, что она живет вместе с моей матерью, является кадровым офицером ФСБ. Это ведь очень серьезные заявления, которые нужно как-то довести до конца. Проходит весь август, проходит сентябрь, октябрь и уже почти прошел весь ноябрь. За четыре месяца хоть какую-то информацию по Розе Канцлер нужно было дать. Здесь, кстати, указано, что мы запросили информацию в БАМФ. БАМФ это Министерство по делам миграции. Ну, короче, те, кто занимаются этим. В Германии. Да, в Германии, прощение, убежище. Запросили, говорит, информацию у них. Ну, надо показать, наверное, есть ли какой-то ответ по этому поводу. Что там по поводу Розы Канцлер? Получила она, смотрите, мой брат Мухаммад получил убежище. И вся его семья, и в том числе моя мать, все получили убежище в Германии. А вот по Розе Канцлер нет ответа, что там по Розе Канцлер. Если она реально, если вообще такой человек существует в природе, если он есть. Что тоже, кстати, нужно сначала бы доказать. Выбез с нами, Роза, на связь. Да, если она есть. Да, кстати, Роза Канцлер, если ты реально существуешь, пожалуйста, свяжись с нами. Если ты как-то, не знаю, тайком проживаешь вместе с моей мамой, тоже, пожалуйста, дай знать. Может быть, это какой-то домовой... В общем, что там ответил этот БАМФ? Нужно какую-то информацию дать. Может быть, я не знаю, напрямую у ФСБ России вы запросили какую-то информацию от Розы Канцлер. В общем, что-то покажите людям. Нельзя же просто скормить такую адскую ложь людям и потом просто, как ни в чем не бывало, сидеть и проводить эфир и рассказывать какие-то там другие темы. Вот как раз я одновременно, по-моему, со мной, судьи, дети проводят эфир. Вот не мешает спросить их об этом. Пусть подписчики, слушатели зададут вопрос. Ты рассказал нам про кадрового офицера ФСБ, живущего в Германии? Расскажи, пожалуйста, что дальше там происходит. И сейчас, кстати, зачитывая вот этот пост, я обратил внимание по поводу меня, то, что они говорят, что якобы в 2015 году, будучи просителем убежища в Грузии, ездил в оккупированную Россию Абхазию и встречался с российским офицером. Эту информацию, видимо, им дал какой-то там международный, как они говорят, правозащитник. Но самое интересное, я в 2015 году не был просителем убежища в Грузии. Я попросил убежища только в 2016 году. Видимо, этот международный правозащитник немножко, да, там путается. Там так получилось, что я в 2015 году в конце увалил из республики, приехал в Грузию. И несколько месяцев я вообще никакое убежище не просил. Но сейчас вообще интересный момент, как можно, просто так можно заявить на человека, что он якобы где-то там ездил, встречался, не предъявить никаких доказательств, никакой информации вообще, хотя бы косвенной, ничего не предъявить. И потом, как ни в чем не бывало, дальше жить, постить что-то на своих каналах. Я ведь могу точно так же тогда сделать какие-нибудь заявления, сказать, что, допустим, кое-кто там поехал в Африку, встретился с Бока-Харам, и мне об этом сказал какой-нибудь международный, очень авторитетный правозащитник. И все, и больше никакой информации об этом нет. Или обвинить кого-то, что он взял деньги у Кадырова и замолчал. Например, да, можно и так. Короче, ладно, надеюсь, что если в Розе канцлер, она, если такой человек существует, тем более, если он живет вместе с моей мамой в Германии, я надеюсь, выйдет на связь, хотя бы с моей мамой выйдь, пожалуйста, на связь. Дай знать, что ты живешь в ней. Еще слышат такие обвинения от таких людей, которые всех подряд призывают на шариатский суд. Как-то не по-шариатски вы действуете, ребята. Салам алейкум, Томсо. Хасан Машинка во Франции, когда зафункционирует. Алейкум ассалам. Он про OneBlade, видимо, говорит. Есть ли вообще такие планы, да, открыть барбершоп во Франции? Нет, я уже давно бросил. Он уже не практикует услуги барбера. Тем более, тут недавно же выяснилось, что он, в принципе, ничего и не делал. Он просто как лицо был. Там еще другие ребята. Да, вот, это надо те вопросы задать братьям Янгубаевым. Судниным детям, правильно. Вот он меня, я находился в Турции, не я, а Халитом Ассан находился в Турции. Он управлял... Причем здесь ты, да? Да, причем здесь Европа. Он управлял, скажем так, Хасаном, как... И всеми, как я понял. Да, и всеми. То, естественно, в Европе он уже сам, наверное, покруче все сделает, и всех накажет, и там побреет, я не знаю. И там в том числе. Мне вообще интересно, если Хасан, в принципе, был просто лицом каким-то, он ничего там не делал, почему все эти вещи закончились, как Хасана посадили? Почему больше не было никаких профилактических бесед, стрижек, услуг барбера, почему все это прекратилось? Странное совпадение. Субтитры создавал DimaTorzok